Несостоявшийся реванш. Статья на РТ за 19 февраля 2020 года. Семен Пегов. На этой неделе Донбасские республики отмечают важную дату – пятилетие победы в Дебальцеве. Как раз в юбилейный день, то есть 18 февраля, Киев предпринял попытку создать собственный громкий инфоповод, чтобы оттенить поражение в Дебальцевском котле, о котором, конечно, очень хорошо помнят так называемые ветераны АТО, семьи погибших украинских солдат, впрочем, все, кто следил за событиями того разгромного для высого периода. А следили многие. С точки зрения пиар-стратегии могло бы получиться неплохо. Диверсионная группа, брошенная к луганским позициям, теоретически могла занять какой-нибудь условный окоп. Записать в нем героическое видео и отчитаться о громкой победе. Схема Киевом, отработанная за последние пять лет неоднократно, с определенной регулярностью, ВСО оставляют позиции в каком-нибудь донбасской деревне, находящейся в пределах серой зоны, а потом через пару месяцев возвращаются туда, но уже под камеры, водружают, как положено, флаг, мол, вот украинский народ, посмотри, в неравной схватке с сепарами отбит очередной населенный пункт, могут даже пострелять. К таким выкрутасам в Донбассе привыкли давно и на киевский развод не ведутся. Держат свои позиции, твердо соблюдают Минск-2, пусть себе резвятся. Накануне, решил, видимо, пройтись по накатанному сценарию, но слегка потеряв в этом смысле бдительность, генералы ВСО решили отправить своих солдат чуть дальше, за пределы серой зоны и попробовать поиграть в войну по-настоящему. Что ж, на луганской передовой в окопах далеко не робкие ребята. Когда украинская военная шалость перешла через определенную черту, ответ был стремительным и жестким. До сих пор сложно сказать с уверенностью на 100%, сколько людей потеряли ВСОшники в результате провальной авантюры. Реванш не состоялся, поэтому считаю уместным напомнить, что именно произошло с украинским гарнизоном в Дебальцеве. Изначально командиры ВСО собирались использовать его как плацдарм для масштабного наступления. Город расположен на границе ДНР и ЛНР. Согласно планам Киева, именно наступая оттуда, можно было рассечь единый Донбасский фронт надвое, вбившись с него клином и в перспективе дойдя до границы с Россией. Украинские военные накопили для этого в Дебальцево достаточное количество живой силы и техники. Однако донбасских командиров такой сценарий, само собой, не устраивал. Разрабатывать операцию «Дебальцевский котел» взялся лично первый глава ДНР Александр Захарченко. В наступление решили начать с освобождения Углегорска, расположенного между Горловкой и Дебальцевым. Его удалось взять фактически за 3-4 дня, хотя ресурсы для того, чтобы держать там многомесячную оборону, у ВСО имелись. Здесь нет претензий к рядовым украинским солдатам. Некоторые из них воевали умело и в иной раз даже отчаянно. Вопросы имеются к офицерскому составу. И народ незалежный, я считаю, в полном праве их задать и услышать ответ. Почему едва на окраины Углегорска зашли передовые донбасские отряды, через час в городе не осталось ни одного офицера? Все они уехали по срочным делам в Дебальцевский штаб, а солдат без командира сами знаете. Захарченко тем временем оказался в Углегорске вместе со штурмовыми отрядами, будучи, между прочим, главой республики, а не каким-нибудь условным майором. Мой друг военкор Женя Поддубный тогда записал с ним знаменитое интервью в полыхающем городе. Штурм еще шел. Во время съемки по ним стрелял снайпер. У Захарченко даже бровь не дернулась. Чуть позже мне посчастливится вместе с главным донбассским командиром штурмовать само Дебальцево. Под артиллерийским обстрелом и безостановочно свистящими минами в перемешку с пулями я провел с ним трое суток. За это время на моих глазах Захарченко успел поработать и командующим операцией, и обычным штурмовиком, и снайпером, и командиром пулеметного расчета, и вторым номером на АГС. В общем, ему там было чем заняться. Под финал этой военной эпопеи было действительно эпично. Его ранило в ногу, но это произошло буквально за пару часов перед тем, как город освободили полностью. Опять же, как и в случае с Углегорском, командиры ВСУ убежали из города, как только почувствовали первую опасность. В противном случае не было бы столько потери пленных. Да и оборонять Дебальцево, где они успели понастроить укрепрайонов и чуть ли не целую подземную сеть коммуникаций между блиндажами с надежными перекрытиями, можно было не месяц и не два, даже при условии полнейшей блокады. Дебальцево. Кроме шуток, ими до сих пор снабжают фронт. Настолько огромными были запасы оружия там. Таким образом, подводя итог, имею сказать следующее. Подобного рода пиар-акции, вроде той, что устроил Киев сейчас, это единственное, на что тянут великие украинские полководцы. В реальности же противостоять донбасскому сопротивлению они не могут, потому что в отличие от них, они просто не могут сказать, это наша земля и мы не уйдем. Семен Пегов. Несостоявшийся реванш.